Всем привет народ, с вами Алекс Фреш, мы продолжаем проходить SnowRunner И у нас тут вот эти вот новые миссии, которые в Мичигане Продолжаем ехать, сейчас будем грузиться где-то, скоро, когда-нибудь Надеюсь мы доедем вообще Кстати, наверное полный пока что вырублю, потому что до заправки нам ехать не близко Ага, а может на первый поедем? О, на первый я хоть поехал, на третий буксует, зарывается Хотя нет, он все равно зарывается А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игр AlexStore, ссылка в описании Думал тут будет легче проехать, а мы что-то порожняком и не можем ехать, буксуем постоянно Хотя там по болоту легче проехали, непонятно почему Так, ну тут точно поедет Только непонятно куда ехать, куда-то наверх что ли На четвертой Едем 5 км в час, какая скорость Блин, где камера, заблудился 5 миль, скорость 5 миль, на скорости 5 миль мы ехали на четвертой передаче Так, ну тут по идее проще прямо проехать, да? Слева болото какое-то Тут было вообще болото? И не помню болото этого Надо больше остановиться, хотя бы посмотреть, что там за болото по карте Вообще не помню болото в этой местности Ну-ка А, прикол А, там и вышка еще есть Так, ну мне куда-то Куда-то вот сюда мне нужно Поехали туда Давай двигай, хватит этот Буксовать Нифига ж не мешает По пляжу нормально пойдет или нет? Отлично По пляжу вообще шикарно идет Тут сейчас провалимся, мокренько Не, не провалились Короче, я не понимаю А тут провалились Так, вон наши камни Булыжники По которым нам нужно ехать На другую сторону Для экономии времени Хотя фиг его знает Это точно экономия или нет? Но мы попробуем С полным вообще никакой разницы Ну-ка А прицеп сносит Прицеп сносит И шноркель Не ставили Нам стандартного хватает Кстати, чего не покрасили? Могли бы к раскраске DLC-шное покрасить шноркель Мы так типа DLC-раскраска А даже шноркель не покрасили Могли бы типа к этой раскраске Там более хромированное запчасти Чтоб это все выглядело еще круче Что я хз Проеду сюда прямо или нет? Да? Ладно Так, 149 литров Не знаю, хватит нам до заправки или нет Надеюсь, до заправки хватит Чтоб никуда больше не заезжать Хотя нам еще на подъем Достаточно серьезный Нужно выехать Нифига себе Минус подвеска Причем серьезная минус подвеска Половину просто отняли Буль-буль Так, ну в принципе Можно считать, что мы выбрались Отсюда Но нам еще ехать и ехать Нам еще ехать и ехать Так, давайте тут, наверное, вот так вот Под углом чуть-чуть Мы все равно, наверное, не завалимся Нам сейчас нужно выбраться туда наверх Загрузиться каким-то дерьмом Не боюсь, что топливо у нас Израсходуется сейчас очень сильно Пока мы будем кататься Потому что еще нужно будет на ферму заехать Вообще в идеале было бы еще отремонтироваться Ремонтироваться я не знаю где Вот так же или на продаже прицепов Ремонтироваться можно Или в другом месте где-то это делать Утро А с виду ночь Ну почти ночь Лебедку просто, чтобы быстрее это все было Ой Сам же тормознулся из-за лебедки Бывает Давай, едь По чуть-чуть, по чуть-чуть ты сможешь Походу придется все-таки заправиться Потому что нам топлива не хватит Поэтому будем заезжать заправляться Тут мы проезжали тогда на 60 литрах По-моему Сейчас мы пока наверх заедем У нас останется, наверное, литров 100 То есть лишних будет, ну типа 40, да А нам еще нужно на ферму заехать И оттуда доехать до заправки На ферму по говнам заезжать Выезжать тоже по говнам Причем не пустым То есть такой себе набор получается Кстати, нужно будет сейчас Пересмотреть грузы заново Что-то у меня идея появилась Потому что, по идее, мы туда груз довезем Оттуда же все равно нужно возвращаться Может будет какой-то груз на остров Драмонт Или Драмонт, как его Чтобы мы сразу уже что-то загрузили в ту сторону Сразу с собой Типа у нас сейчас Получается два места пустых будет Да, 107 литров Смотрите, я прям четко все рассчитал Короче, придется заправиться И отремонтироваться заодно тогда уже Погнали, наверное, сначала заправимся Отремонтируемся Это будет быстрее Чем сюда заезжать Потом отцеплять, отъезжать Подцеплять другой Сейчас проще заехать Продать, купить Отремонтироваться Продать, купить и все Хотя, по ощущению, кажется, что наоборот еще больше действует Так Магазин Продать Купить Закрыть Ремонт Заправить Продать Купить Все 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 просто Все максимально просто Бочки хоть не взрываются Прикиньте, сейчас раз рванул Сейчас туда подъедем, заглушимся и посмотрим Что нам делать В данной ситуации А, нафига я на полном еду Уже по асфальту катаемся Блин, топливо жгу тут налево-направо Но нам точно уже до заправки хватит Но все равно Ну, а сейчас заглох Так Карта Хаски-форвардинг Важный заказ Блэк-ривер И остров Драмонт А, блин, металл и бетон Причем в количестве двух штук Ну, тогда Да, нет смысла Ну, хотя, по идее, видите Оно все вместе откроется Знаете, что можно сделать В таком случае В таком случае Можно загрузить бетон Потому что мы потом На остров Драмонт Вот это Мы сюда Хоп Подъедем Возьмем металл И обратно поедем Нам не придется Вот этот вот путь Делать Чтоб загрузиться А потом просто Порожняком И все Мимо этой фигни Короче, нужно будет Бетон с собой взять Вот так вот Так Ой, бетон Не понял Бетон? А, понял А, то бетонная плита Вот оно что Бетонные блоки Бетонная плита Запутаться можно Бетонные блоки Так Куда нам сейчас ехать Топливо и расходники Это нужно на ферму заехать Короче, сейчас поставим метки На всякий случай Чтоб не забыть Хоп 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 Все Все Ох, сейчас нам покататься придется Но на заправке Нужно будет заправиться Нам нужно будет все равно Экономить топливо Потому что Чтобы вернуться на остров Драмонт Там выгрузиться Доехать сюда И потом еще доехать Нужно будет тоже топливо И вот с этим нужно будет Поаккуратней как-то Нам Ну сейчас без полного Проедем Наверное Весь маршрут Ну как стать Весь Большую его часть А потом сюда просто заедем Получается Зачем За металлом заедем И все Там точно бетонные плиты были Да? Или нет? Кстати, а может там половину На всякой фигни Ладно Нет Глушим Карта мира Ой, не то А хотя ладно Можно и тут тоже посмотреть Он показывает куда Но не показывает Где забрать Брошенный корабль Отмечен Будто мы Крупногабаритный груз Не довезли Так, карта мира У вас Странное озеро То есть О, смотрите Так мы вот тут сразу Металлические балки Можем взять То есть нам вообще Не придется сюда заезжать То есть все-таки В идеале Получается Смотрите Хоп Мы сюда заезжаем Тут выгружаемся И потом И потом Отсюда едем С металлом И с бетоном Сразу на остров Драмонт Или Драмонт То есть такой Маршрут получится То есть сюда Даже заезжать Не нужно будет Но мы все равно Тут будем проезжать Чтобы потом Поехать На следующую карту Как-то так Получается Короче Жопа Прям круг Почета Через все карты Конкретный Круг почета Единственное Что бесит Это вот тут Тут ехать Это очень долго Просто едешь 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 Ничего не меняется Маршрут один и тот же Ничего опасного Никуда ты не улетишь Просто едешь И не застрянешь Причем даже Просто нормальная дорога Но очень длинная И без приключений Может срезать где-то Вниз Опрокинуться Значит это все собирать Там по-моему Вправо Можно было съехать Кстати там реально Походу Можно было съехать Нужно будет Запомнить это место Посмотреть потом Можно будет там Съехать Или нет Ой Ну бывает Ну ничего Мы проедем Даже на заднем приводе Что-то я ожидал Что там перепад высоты Поменьше Так Двадцатка уже ушла А ну мы же туда Еще на погрузку заезжали Интересно Сколько топлива Остается У нас там оставалось Ну образно сотка Да Ну может чуть больше Может чуть меньше Ну сотка короче Нужно будет на заправке Посмотреть сколько будет топлива Типа хватило бы нам Сотки доехать Или не хватило бы Ну как вы помните Когда топлива мало Он начинает Выделываться Начинает пропадать тяга И расход увеличивается Когда топлива мало Но мы короче Наверное Это в счет Брать не будем Кстати А где там спуск Я говорил Где-то здесь Да или нет А вот Наверное Вот эти вот камни Имел ввиду Спуск Ну Такое Себе Поехали вниз Далеко Ехать Объезжать Поехали вниз Поехали вниз Сэкономим топлива Которое мы все равно Сейчас заправляться будем Но Типа Для тех Кто не играл Будет потом играть Проходить Хоть узнают Можно спускаться Или нет Но мы спускались Как-то с грузом Мы вот даже и поднимались Как-то Хрен пойми Зачем Причем по-моему На грузовике Поднимались Или я что-то срезать Дорогу хотел Нормально Кстати Съехали Смотрите Хоп Сэкономили Дофига Просто времени Наверное Минут Пять Сэкономили Сейчас Соответственно Эти минут Пять Это Литров Десять Сэкономили Наверное По топливу Ну просто Когда пустой Можно спускаться Если бы я был Полностью Гружен И еще С контейнером Но Это чертовски Опасно Красотень Да Тут прям Виды шикарные Отсюда Так Сейчас Бетон Будем Грузить Они Сколько Бетон Кстати Как раз Два места Занимает Бетонные Плиты То есть Смотрите Бетонные Блоки Загрузили Хотя С виду Шлакоблоки На фотке И сейчас Еще Будем Грузить Бетонные Плиты Пять мест Будет Загружено И ехать Просто По Конченной Дороге Я не знаю Что зато Выйдет Но Будет Наверное Весело Минус Подвеска На единичку Но Это В принципе Мелочь Конусы Эти стоят Дорога Отремонтирована А конусы Не поубирали Дорога Причем Самое интересное То что Рядом Возле Моста Накатана Хотя Мы по моему Катались Там Проезжали Но По мосту Конечно В кайф Ездить Так Чуть не Проехал Кирпичи Бетонная Плита Заглушить Карта Так Бетонная Плита Нож Все вместе Разблокируется Правильно Бетонная Плита Все правильно Отлично Поехали дальше Веса Конечно Сейчас Хорошо Добавилось Прямо Чувствуется Он Какой-то Более Мягкий Такой Стал Грузовик Все Конусы Растолкал Так Сейчас На ферму За Расходниками Может Тогда Нужно Будет Уже Сразу Как-то Хотя Нет Или Да Нужно Будет Когда Уже Довезем Посмотреть Чего Мы Еще Можем Загрузить Где-то По пути Чтоб Поехать На Следующую Карту Куда Нам Придется Ехать Но Тоже Именно Когда Довезем Груз Потому Что У нас Сейчас Будет Все Заполнено Под Завязку И Потом По идее В следующей серии Мы Сможем Отправиться Обратно На Таймер Так Ну Смотрите Полтос Уже Ушел И Мы 10 Литров Сэкономили Но Тебе Пока 10 Считать Не будем Потом Если Что Посчитаем Водопадик Там Такой Сейчас На Ферму Ехать Сейчас Доед До Фермы По Говном Проедить По Ферме Потом По Этим Говном Обратно Проедить Да Какого Хрена Я По Асфальту Еду За Что Урон То Вообще Просто Начал Подниматься Урон Словил Нам Ремонтироваться Негде Там Будет Так Что Грузовик Лучше Не Убивать Нам Это Дорога Слева А Нет Фигня Какая Блестела Грязюка Наверное То Я подумал Думаю Может На ферму Можно Как-то Срезать Чтоб Не Застрять Заехать Нормально Так Ну Погнали В Грязючку Полную Подрубаем Только Третья Передача Не Есть Хорошо Давай Первую С первой Лучше Поедем Наверное По той же Дороге А обратно Смотрите Вот это Кстати Тверденькая Может По ней Поехать Обратно По нормальной Дороге Может Мы Не Застрянем Или Мы Застрянем Наверное В любой Ситуации Застрянем Так Мы Почти Добрались Полную Снова Гасим Смотрите 35 литров 35 литров Уже А мы Фигню Проехали На полном Че такое Четвертый Не хватает Понятно Че остановился Вторую Хотел Или че Че он Тормозит Не едет Будто Топливо Заканчивается Наверное Тормоза Вообще Не жму Так Так Я сейчас Чуть дальше Проеду Чтоб Развернуться Потому что У нас Тут Как бы Негде Будет Разворачиваться Нужно Сразу Развернуться Ну Кстати Негде Там Есть Где Развернуться Но Там По Говном Разворачиваться Не сильно Хорошо Лучше Сразу Пока Тут Нормальное Покрытие Твердое Лучше Тут Уже Развернуться Так Расходники Есть Едем Дальше Дальше Осталась Заправочка На заправке Загрузить Топливо Бетон Прям Конкретный У нас Такие Плиты Громадные Лежат На первой Снова Сдох И снова Поехал Че за Фигня Он Вторую Постоян Втыкает Заразы Причем Ладно Если бы На подъем Ехали Но тут По прямой По идее Должен был Вытянуть Мы Что Никуда Не Погружались И так далее Так Че тут За дорожка Вправо Мм Дорожка Вправо Так Ну тут Говно По центру Поэтому Едем Примерно Прямо А там Видно Будет На четвертый Встрянем В луже В этой Во первая Давайте Как то так Чтобы не туда И не туда По центру Проехать Что ли Кстати Хорошо Проезжаем Че раньше По этому Маршруту Не ездил Тут реально Удобно Потому что Слева Мы застревали По дороге Тоже Застревали А сейчас Вообще Хорошо Проезжаем Опыт Походу Появился Мы тут Сейчас точно Застрянем Я прям Чувствую Че как тут Выезжать будем Через эту Ямку Прямо Наверное К столбику Чтоб можно было Лебеднуться Да Кстати наверх Я поеду По асфальту Потому что Там Через Грунтовку Там Жопа полная Поэтому лучше По асфальту Ехать Мы по идее Могли там Прямо поехать Но Там может Все ничем Хорошим Не закончится Поэтому лучше Ехать Куда-то Сюда Ну тут Можно Чуть Срезать Наверное О Полную Надо Вырвить Так 206 Литров Как бы Уже Как бы 206 Литров То есть Нам Соточки Не хватило Бы А у нас Сейчас Будет Последняя Заправка И Очень Длинная Поездка То есть Мы сейчас Заправляемся Следующая Заправка У нас Будет Только На Остров Драмонт Или Драмонт Как его там То есть Нам нужно Будет Сейчас Максимально Экономно На заднем Приводе Везде Покататься Чтобы Нормально Доехать Потому что Может Не хватить Топлива А если Топлива Не хватит Это Придется Брать Как минимум Бензовоз Другой Левый И Тащить Его Туда На Другую Карту Так Надо Время Промотать До Шести Утра Снова Даже Фары В принципе Еле Светят В шесть Утра Тоже Такой Снова Будто Вечер Какой-то Можно Время Задом Наперед Запустить В принципе Будет То же Самое Все Ну Точнее Задом Наперед Наоборот А Хотя Нет Задом Наперед Можно Запустить А то я Провтыкал Что-то Блин Такое ощущение Будто Кто-то Не дает Ему Разогнаться Вообще Не хочет Разгоняться Будто Что-то Сзади Держит Может Там Куст Встрял Помните Помните Как У нас Кусты Застревали На Русской Карте Так Там Жесть Была Два Куста Все Крас Стоит С места Сдвинуться Не Может Просто Потому Что Два Куста В Колесах Да Но Маршрут У нас Сейчас Будет Не Самый Лучший Камни Уф Больненько Извиняюсь Топливо Фу Блин Я такой Раз Жму А у нас Сразу Мало Места Я такой Не понял Там же Есть Одно Место Так Карта Можно Типа Спуститься Вниз И тут Как-то Проехать Хрен Пойми Как Или Вот Сюда Вот И тут По Говнам Ну Тут Говно Или По Пляжу Ну По Пляжу Тоже Можно Застрять Или Вот Тут Говно А тут Говно Нормально А потом Тут Говно И Говно И Вот Тут Говно И Вот Тут Говно Нифига Так Это Что Тут Дорога Есть Мы По Вот Этой Дороге Ни разу В жизни Не катались Я Сейчас Только Узнал Что Есть А Потом Вот Сюда Короче Жесть А Другого Маршрута Экономного По Топливу Да Не Все Такие Же Ну В смысле Где-то Нужно Будет Одним Заниматься Где-то Вторым И Получается То На То И В Любую Сторону Поедет Одинаково Будет Расход Единственный Плюс То Что У нас Есть Задний Привод И Мы Сейчас На Нем Можем Просто По Максимуму Ехать А Полный Подключать Только В Исключительных Случаях Ну Смотрите Там Можно Пересечь На Другую Сторону Я Не знаю Поехать Туда Или Нет Стремно Туда Ехать Там Дорога Чертовски Опасная Это Не Поеду По Этой Я Поеду Лучше По Этой Потому Что Там Я Туда Не Спущусь Хотя По Могу Раньше Ездил Выглядит Просто Достаточно Стрёмно Там Четвертый Давай Первый Так Учитывая Что На заднем Приводе 10 Литров Там Можно Полный Подрубить На 12 Проехать Литра Оп Не знаю Нафига Нам Это Лебедка Чет Она Нифига Нам Не Помогла Ой 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 Опасненько Очень Опасно Можем Завалить Сейчас Все Завалить Нашу Миссию Еб Не 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 Это Мне Не Нужно Это Мне Совершенно Не Нужно Так Понижай Давай Диф Без Диф Наконец Блин Только Начали Уже Чуть Не Завалили Все Причем Это Все По всей Карте собирать, мы задолбаемся. Да блин, я ж прямо целюсь. Или там не за что цепануться. 15 литров, охренеть. Проще было, наверное, вниз съехать. Видно, что обороты максимальные, потому что вот этот расход наш трусится просто, бедный. Блин, но полный, это не полный, это передний привод. Включаешь полный, работает передний. На отвесах, кстати, бревна сразу ломаются. Нормально то, что с лебедкой даже не тянет. Ну давай, блин, телега ты. Чувствую, топлива нам не хватит. Смотрите, сколько бензо уже ушло. Улетает просто в трубу. Там нужно будет, наверное, на продажу прицепов заезжать куда-то. Значит, нам топлива не хватит. Короче, главное добраться до той карты, а там уже видно будет. Потому что на данный момент нифига не понятно, чего нам стоит ожидать. Хороший спуск, да, типа, чтобы туда вниз спуститься и сразу по камушкам проехать. А мы тут едем по всякой заднице. Можно было бы попробовать, можно было бы, но стрёмно. Вот тут сейчас можем завалиться, кстати. Это не есть хорошо. Тут прям шансы завалиться очень высокие. Но мы не завалились. Отлично. Так, полный пока что вырублю. Надеюсь, мы проедем пока что без него чуть-чуть. Минус 50 литров уже. Так, по-моему, начинается спуск. Тут, по идее, будет полегче. Но там ещё говно у нас везде будут. Ого. В какахи заехал. Ой-ой-ой-ой-ой, как на излом идёт. Страшно в таких ситуациях. Прям грузовик-то ты понимаешь, что с ним ничего не будет. А вот с прицепом может быть что угодно. Он нагружен, причём полностью. А у нас ещё расчёт не то, что только в одно место привезти, ещё на другую карту поехать. Со спуска газ в пол нифига не едет. Что, как думаете, снизу было безопаснее или нет? Короче, мы где-то на 200 литрах будем на следующей карте, я так предполагаю. Не раньше. Может, даже топлива меньше останется, чем 200 литров. Пока что, пока идём на заднем приводе, это очень радует. Так, а вот тут сейчас будет расход высокий. Тут сейчас мы будем потеть. О, у нас-то шноркель, блин. Шноркель-то я не ставил. Давайте ехать по этой стороне. А то сейчас зальём себе ещё грузовик. Там ямка, видно, как бы. Заливать грузовик-то не хочется. Но здесь, возможно, с первого раза проедем, потому что мы вот едем первый раз. После захода в игру. Потому что, если бы ехали не первым, мы бы могли тут застрять. А так шансы хоть какие-то у нас есть. На проезд. С первого раза. Потому что, когда раскатано, как вы помните, там фиг проедешь. Вообще отлично. Смотрите, проехали. Я честно ожидал, что будет в десятки раз хуже всё. Просто взяли и проехали. Вообще шикарно. Я прям кайфую. Всё отлично. Прям вообще отлично. Полный пока что, наверное, городом. Так. Чё делаем? Как вариант, поехать прямо. Но я хз застряну я или нет. Давайте попробуем, чтобы срезать угол. Хоть немножко. Дорогу нашу. Нам вон между ёлок заехать и всё. И можно дальше спокойно. Вообще отлично. Полный, наверное, пока что. Тоже отрублю ещё раз. Так, тут чуть левее. И начинается грязюка. Отлично. Врубаем полный. А то теперь снова нужно следить за тем, чтобы груз не потерять. Здесь 19 литров. Нам тут постоянно по грязюке. Сейчас придётся ехать. Так, ну десятка пока что расход. Ещё нормально. Хотя стоп, это... А, блин. Это же в минуту 10 литров. Я чё-то такой, типа, расход десятка. Типа 10 литров, 10 минут. Блинский блин. Как я считал вообще в прошлой серии. Или в этой серии, уже не помню. В последних трёх сериях этих. Я, походу, нифига неправильно считал по топливу. Везде буду сейчас сцепляться по чуть-чуть просто, чтобы побыстрее проехать. То есть не за того, что мы там застрём или ещё что-то. Просто нам нужно пораньше, побыстрее добраться. Но видно, что ему тяжело. 206 литров. Так. Походу, про 200 литров я ошибался. Где-то 180 заедем туда. А там будет вообще жесть. И там, по-моему, всего один магазин с прицепами. Ну, именно туда мы точно доедем. А вот до следующей карты, это уже вопрос. Такое ощущение, будто я на газ не жму. Будто на холостых пытаюсь проехать. Главное сейчас не заскользнуть. Всё. Див подрубил, не хочет ехать. Пока руль не повернёшь куда-то, с места не трогается. Давай, давай, давай. По чуть-чуть, по чуть-чуть проедем. Не сдыхай, пожалуйста. Блин, капец, и так сложно. Думаешь обо всём подряд сразу, типа. Потому что туда нужно заехать, туда нужно заехать. Там топлива до следующей карты должно хватить, до заправки доехать. А мы тут сейчас по каким-то говнам застрём, не можем нормально пробраться. Давайте тут, наверное, правее тоже возьму. Ну, просто становится. Ну, тупо не хватает мощности. Провернуть колёса. Из-за этого мы застрём на нём. Нужно руль влево-вправо, влево-вправо и начинает ехать. Так, 186. Спереди ещё лужа громадная. Ну, да. Весело. Короче, как вариант, как вариант. Мы приезжаем на ту карту, доезжаем до поворота. Потом я отцепляю прицеп, лечу порожняком на заправку. Ну, на этот, на продажу прицепов, там заправляюсь. И тогда уже едем. И чё? Ёпта, я во что-то уперся. Опасный уровень воды. Погнали. Я проеду. Мы не утонем. Шноркель почти в воду погрузился. Впритык там было. Очень близко. Это было очень близко. А, то есть, оно всё равно это дерево показывает. А дальние чё? Так дальние есть, чё ты цепляешься за это? 176. Уменьшается топливо. Кстати, нужно будет запомнить. Чё там по топливу у нас? Кстати, я тогда, когда хотел запомнить в прошлый раз. Вот, когда у нас сотка оставалась. У нас, по-моему, не хватило, да, тогда? Ну, сейчас посмотрим, чё в этот раз будет. Я пойду заправлюсь, но мы посчитаем потом. Чё будет по расходу? Чтоб снова понять, хватило бы нам или нет. Блин, тут, походу, можно налево уйти. Наверное, лучше не надо, да? Застрять, наверное, можно. Лучше в говно уже заехать, фиг с ним. И надеяться на то, что мы тут проедем. А, нет. Ну, я такое хотел сказать только, и мы проезжаем. Давай, фигня осталась уже. С таким раскладом проще было, наверное, через другую карту проехать. Не знаю. Но чё-то я ожидал, что мы быстрее проедем. Просто реально давно тут не ездил. Реально давно не ездил, и сейчас я понимаю, что тут жопа. Ну, вот я сейчас просто остановился, и всё. Ни во что не уперлись, просто остановились. Так, асфальт, наконец-то, наконец-то. Хоть кусочек асфальта. Гасим. По-прежнему будем экономить, чтобы проверить наши расходы. Так. 157. Ну, короче, где-то 150 сейчас будет. Где-то будет 150. Так, мы заглушены. Хорошо. Нам вот сюда ехать... Не лучшая идея, по-моему. А может, и нормальная идея. Ну, заправиться тут негде. Только в магазине прицепов. Поэтому. Собственно. Так. Блин, слишком высоко. Надо пониже жопу упустить. О, как-то так. Поехали. Поехали заправляться. Поехали заправляться. Сейчас заправимся и обратно. Блин, какой кайф ехать без прицепа. Так легко идёт. Аж непривычно как-то. Такая лёгкость. Как в рекламе в какой-то. Вообще изи. Просто едешь. Поворачивает куда хочешь. Едет на пятой. Ну, правда, с полным. Но это так уже, чтобы всё было включено. All-Inclusive. Капец, я быстро сюда доехал. В принципе, я мог и с грузом сюда доехать. На заправку. Но нафиг оно надо. Так, давайте развернёмся, чтобы на разворот не потратить лишних сраных 5 литров. И мы, наверное, начнём считать не отсюда, а именно от этого. Как его зовут-то? Ну, вы поняли. Ремонт. Закрепление прицепа. Так, ну грузовик новый. Отремонтирован. Вообще всё шикарно. И бак полный. Прям кайф. Тут хотя бы плюс в том, что близко ехать до магазина гаража. Ой. До магазина гаража. До магазина прицепов. Ну, то мы что бы продавали все бочки, которые тут валялись. Поэтому и заправляться-то нечем. Так, давайте цепляться. Можно, в принципе, даже полный вырубить, что ли. Или пусть будет. Фиг его знает. Ну, он так нормально едет. Так. Что, поедем, наверное, по верхней дороге? Я не знаю. Мы там тоже довольно давно не ездили. Поэтому, что из этого получится, я не без понятия. Так. 292. Литра. Ну, то есть, короче, потом десятку несчастную отнимем. Да? И отсчёт будет топлива до того момента, когда мы приедем на заправку. То есть, уже топливо пошло расходоваться. И нам отчёт будет по заправке. Но туда прямо, по-моему, там сейчас жопа будет по дороге. Есть, вроде бы, более нормальные проходимые места. Мы не самая лучшая дорога сейчас поехали, по-моему. Но, мне кажется, типа, ну, будет нормально потом по верхушке там ехать. Потому что, если бы мы поехали по дороге лучше, нам пришлось бы, ну, такое немалое расстояние ещё проехать. Или по таким же говнам, чтобы добраться до хорошей дороги. В этом весь прикол. Поэтому я уже сюда решил поехать. Там мы свернём. И, по идее, нормально проскочим. Я так думаю. Ну, там хренов знает. Так, первое говно намечается. Там мы видим дерево одно. И мы проехали даже не почувствовали. Ну, в принципе, так нормально. А дорога, типа, по которой я предлагал поехать, ну, типа, думал. Это вот, или вот так вот вокруг объехать. Это немаленькое расстояние. Вот сюда можно было, типа, срезать. Но вот здесь жёсткое болото. Здесь главное доехать до деревьев, чтобы выкарабкаться оттуда. Ну, типа, вот этот маршрут был бы хороший. Или же вот по говнам. Ну, типа, и вот тут по скоростной. И вот тут, по-моему, участок более-менее нормальный наверх. Или вот тут. Не, по-моему, вот тут более-менее нормальный наверх. Я, конечно, могу ошибаться. Но, короче, как-то так. Непонятно. Поэтому проще уже через верх. Вот тут точно вроде бы такое сойдёт. Поэтому мы сюда уже попёрлись. И там сразу металл грузить. То есть мы... Если бы порожняком дальше ехать, а мы-то сейчас... Бетон останется. Кстати, как мы удачно загрузились. Вы заметили? Прикиньте, если бы у нас было два места занято. А, нет. У нас по-любому всё отлично. Я просто подумал, блин, если бетон был смещён, у нас бы, типа, что-то могло бы не влезть. У нас всё влезет. Даже если его сместить на одно место. То если бы он был в длину троечка, то да. Блин, будто на понижайке качусь. Так медленно. Но проезжает. Как раз сейчас летел бы, наверное, как ненормальный. И нужно будет, получается, тот тягач впарить. Который у нас там валяется. И прицеп впарить, и тягач впарить. Потому что, ну... Я сомневаюсь, что на эти карты будут ещё что-то добавлять. Но я реально сейчас был очень сильно удивлён, когда увидел, что добавили некоторые миссии. Или, типа, наверное, тем, кто прошёл, потом открыли Россию. Все России начали проходить. И кто-то соскучился по этим миссиям. Разрабы, походу, решили так чуть-чуть добавить. Ну, интересно, что потом ещё появится. Так, тут налево. Дорога с виду не очень. О, дождик ещё пошёл. Вообще шикарно. Так, ну, смотрите, полтос уже ушёл. Или сколько? Или 40? У нас было 92, 10. А, ну, 40 ушло литра. Тут хоть на полном, но едет. Интересно, дождь влияет или нет? Может, раньше, по-моему, не влиял? Или раньше вообще дождя не было? А, нет. Блин, там что-то накрыто. Я подумал, палатка стоит. Думаю, нифига себе, палатка стоит. Да, дорога не лучше, но мы-то гружённые сильно. Поэтому мы так быстро не едем. Но по факту тут вполне нормально. Мы не застреём. Не буксуем. Мы просто едем. Конечно, полный если вырубить... А, так он бесполный точно так же едет. Давайте бесполного прокатимся. Нормально прёт бесполного сейчас. Сейчас, конечно, первый, наверное, вставит. Блин, рама валяется чья-то. Повперёк дороги. Бросили. Непонятно зачем. Это ж не то место, куда нам нужно. Или мы уже приехали? Тут чё-то как-то слишком быстро. На заднем приводе видим. Но расход, блин, 11 литров. А на полном 13-14. Типа... Разница не особо. Так, нам прямо нужно. Да? Да. С виду, типа, чё-то грузить можно было бы. Но грузить нечего. Походу, тут должна была быть загрузка. Чего-то. Нифига нет. А может, тут и будет потом. Может, ещё миссии добавят снова. Появится загрузка тут какая-то. Ну, ж, площадка чётко для погрузки тут. А грузов нет. Так, это чё уже время? 16. 6 утра, поехали. Дождь сейчас закончится снова. Да, закончился. Доски валяются. Наверное, которые мы когда-то потеряли. 15 лет назад. Всё? А, нет. Прёт ещё. Ещё прёт. Блин, смотрите, дорога там хорошая. Укатанная прям. Так, мы почти добрались. А топливо, смотрите, сколько израсходовано уже. 70 литров ушло уже. Минус 70 литров. То есть, всего оставалось 150. Ну, там, где 5 потом посчитаем или 6. То есть, 70. 80 литров, получается, осталось. Ну, то есть, короче, вот когда у нас будет 156 литров, как и тогда было. А, нет, стоп, каких 156? Тут, получается, на десятку меньше было. Короче, я запутался. Так, 300 минус 150. 150 минус 6. 144 литров. И 8 было израсходовано. 136. Во. 136 литров. Когда будет, тогда это будет значить, что у нас закончилось топливо. Но 136, как бы, там тоже будет близко к окончанию топлива. Короче, по той дороге, походу, было бы проще поехать. Быстрее, возможно, экономней. Тут мы хоть едем без всяких проблем, но... Для расхода это явно не плюс. Может, металл будет чуть полегче. Ну, хотя бы на одно место у нас будет меньше груза. То есть, по идее, чуть-чуть будет легче ехать. Блин, а нам-то оттуда еще выехать нужно. Я забыл, что оттуда выезжать нужно по этим говнам. Капец. Капец, капец. И сейчас 200 литров. Ядрить, колотить. Нам может не хватить, народ. Нам даже сейчас может не хватить до заправки. Ты представляешь, что нам может сейчас не хватить до заправки. Чтоб доехать до нее. Заправка-то хрен знает где находится. Нам еще ехать вон туда. Разгрузиться, загрузиться по этим говнам через полкарты проехать. Потом через полдругой карты проехать. И только потом будет заправка. На Кразе мы бы точно встряли. На Кразе очень большой расход. Так, вот тут сейчас, по идее, должны побуксовать чуть-чуть. Я даже не знаю, как по обучине проехать или... Фиг его знает куда. Вот так вот как-то. Отлично. Так, давай. Едем. Полный тогда вырубаю. Будем дальше экономить. До заправки мы бы точно не доехали. Это уже можно даже не запоминать, если 50 литров. Мы бы не доехали никак. Так, глушим. Глушим, глушим, глушим. Разгрузить, разгрузить. Разгрузить. Отлично. Дальше нам нужно металл и бетонная плита. Сразу раз такой перекосился. Запчасти для машины и топливо потом нужно будет на Black River. Не знаю, где запчасти для машины грузить, но... Легко уже будет. Интересно, если тут нажать. Будет что-то вообще или нет? Нет? Нет. А, нифига и нет тут получается. Ну ладно. Так, у нас вариант вот по этой дороге нет. То есть вот сюда вот вниз. Вот по этому маршруту. Или же... Вот через эту вот жопу ехать. Потому что вот тут, по-моему, хреновая дорога. Вот тут такая себе. Но тут можно проехать, по-моему, нормально. Так что мы сейчас поедем туда. Погнали. Ну а там видно сразу. По внешнему виду, что там ничего хорошего тоже нас не ждет. Главное, чтобы хватило бензика. Ну вон бочек сколько, блин. Бери, заправляйся. Но нельзя. Ай-яй-яй-яй-яй. Нифига металл высокий. У нас плиты эти были выше, чем другой груз. Металл вообще высокий. Так, пока что на заднем приводе. Ну-ка, с полным... С полным такой же расход. Фиг поймешь. То больше, то меньше. Вот сейчас вот выйдем вот сюда тут. Погасим, наверное. Полный. Во, вот тут должно нормально ехать. Расход должен чуть упасть. Он поход... Потому что в отсечку лупится, поэтому расход высокий. Если бы мы в отсечку не ехали, тогда расход был бы пониже. Место, куда будто что-то привезти нужно. На карте отмечено. Или что-то забрать, хрен поймешь. Так, 169. Так, лес видно. Значит, там уже дорога где-то должна быть. У нас там, по-моему, выезд будет такой еще на подъем хороший, да? Могу ошибаться. Вон, видно, дорога еще налево куда-то. Двигает. Вон точка разведки торчит из-за елок. Фиг знает где. Но зато сейчас выберемся. У нас там будет только твердый грунт. И расход должен быть очень низкий. Смотрите, 161. Там сколько, я говорил? 134, да? Или 136? Так, 150. 144. Минус 8. 136, получается, должно быть. Литров. Когда у нас топливо закончится. Но нам уже фигня до этой отметки осталась. Вообще фигня. Это вроде бы должны ехать, но видно, что ему очень тяжело. Прям капец как тяжело. Он и так, и так пытается, пытается. Нифига там бревно какое-то. Значит, как-то так, вот так вот, оп. Чтобы объехать ту грязюку. Потому что у нее залазить не сильно пульсом. На подъем сейчас, походу, будет тяжеловато чуть-чуть. Можно, конечно, тут направо уйти и срезать. Кстати, хорошая идея, по-моему, да? Погнали сюда. Если у нас бревно это не остановит. Потому что наверх выскакивать там не сильно удобно будет. Начал шлифовать, дерево пододвинулось ко мне. А, мы на него наезжали. Так, во что-то я уперся. Будто. Во что я уперся? Непонятно. Походу, прицепом на что-то сел. Так, все. Вот тут уже полный можно гасить и ехать чисто на заднем. Так, ну пока что топливо еще есть. Пока что еще есть. Но у нас осталось уже топливо фигня. То есть, сколько? Меньше 10 литров осталось топливо. И тачка уже должна выделываться. Потому что меньше 10. Уже ехать не должна. Так, 140 есть. Еще 4 литра. И все. И финиш. Че мы останавливаемся? Че ты буксуешь? Дорога нормальная. 139. Или он такой, типа, как раз, как я говорю, типа, что должно заканчиваться. Он такой хоба. Сейчас сделаем. 137. 136. Топливо закончилось. Вот сейчас бы топливо закончилось, если бы мы не заехали на заправку. На продажу прицепов. Сейчас бы уже топливо закончилось. И вот сейчас у нас остается фигня топливо. Нам еще ехать по этой карте не близко. Хотя он уже переход высветился. И по другой еще нужно до заправки нормально прокатиться. Я надеюсь, что нам хватит. Но возможно мы приедем на красной зоне. Но останется топливо точно меньше 50 литров, я уверен. Когда мы туда доберемся. Нормально так ветка подорвалась. Может нам сейчас еще до перехода ехать манить 5, наверное. Так, вот это дерево, насколько я помню, оно может нас остановить. Помню, как-то врезаешься, раз так. И обратно на бешеной скорости. Давай, полный, понижайка, все дела. Потому что тут, ну, на заднем он, наверное, буксовать будет. Хотя, может и поднялся бы на заднем, но раз уже все включили, то так и поедем. Ползет. По чуть-чуть ползет. Ох, сейчас со спуска расход будет падать. Прям кайф. Фух. До 5 или до 3 даже было. По-моему, даже 2 показывало. 5 литров вообще супер. Так, ну у нас еще один подъем. Так, подрубаем полный. Полного, думаю, достаточно будет для этого. Третья. Ну, сдохнет, по-любому. Жаль, что он не умеет передачи нормально сбрасывать. Если бы он умел передачи сбрасывать, мы бы не останавливались на подъеме. Он бы, типа, сбросил до первой, поехали. Он настолько медленно переключается. Так. А, ну мы на четвертой, понятно. Так, вон уже переход. Вон уже переход. У нас осталось 113 литров. Да, блин, ветки эти задолбали. По баку стукнуло, хоть не пробило. Так, ну давайте. Сейчас ради интереса посмотрим, что-то по грузам у нас есть. По тем, которые нам нужны. Запчасти, топливо, нифига нет. Две карты, короче, вообще без грузов, походу. Нормальная поездка сейчас будет. Поехали. Нам на заправку нужно двигать. А, ну тут, по идее, мы должны нормально проехать. Мы же тут на тягаче катались, насколько я помню. На заднеприводном. Хотя вот дури много. Сейчас, наверное, на этой же технике должны проехать карту. Так, по бревну, наверное, прям поеду уже. Чтоб оно сломалось. О, сломалось, отлично. А в следующее уперся. Вот падла, а. Уперся в следующее бревно. Блин, и цепляться не за что. Зараза. И покатилась куда-то теперь. Вот то дебильное ощущение, когда на том грузовике, на заднеприводном, тут пролетел. Причем, я не помню, с лебедкой или без. А на этом застрял. Как это работает? Кто мне скажет? Как это, черт возьми, работает? Что более техника, которая не предназначена для этого, она проезжает лучше. Чем та, которая для этого предназначена. Так, 100 литров. Снова что-то дергается, хотя на первой едет. О, знак с нами поехал. Продолжает, причем, на третий газовать. И не думает сбрасывать. Главное, на подъем сразу сбрасывает. А тут газует на третий. Все, сдох. Так, ну почти добрались. До заправки уже фигня осталась. Нам помимо заправки, еще нужно доехать туда, до порта. Потом из порта до погрузки. Смотрите, нам получается топливо нужно и запчасти для машин. Запчасти для машин, по идее, в том заводе возле гаража есть. То есть нам, по идее, будет проще продать прицеп. Восстановиться в гараж и потом оттуда уже из гаража поехать. Я так думаю. Ну давай. Не хватает сил с места двинуться. Капец. Приходится на полноприводном грузовике ехать на понижайке. Жесть какая-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Я ж не завалю, не? Или завалю. А лебедица не за что. Прикол в том, что и назад не едет. Траектория такая хреновая получилась. Надо назад сдавать. Потом потеряем груз. О, пенёчек. Давай, подравнивай жопу. Я сейчас буду назад, вперёд, назад, вперёд. Ой-ой-ой, полегче. Чё, слишком тяжёлая жопа, да? Чтоб подравнять её туда. Не-не-не-не. Это слишком. Придёт, сейчас чуть по-другому подняться, наверное. Завалить нельзя это дело. Сейчас туда поедем налево. И вокруг пенька буду выворачивать. И как раз туда прицеп, если чё, можно будет за столб зацепить. Хотя всегда тут направо ехали сразу. Ну, справа от пенька. И нормально всё было. Чё-то в этот раз не прокатило. Наверное, потому что загруженность немножко иная. Так, 67 литров. У нас топливо продолжает расходоваться. Причём, я не специально его трачу. Типа там, что чуть не завалил и так далее. Реально так случайно получается. Житейская ситуация. Как раз сейчас, походу, приедем, как я и говорил, на полтиннике. Или на сорока. Дорога закрыта. По-моему, вполне открытая дорога. Интересно, докуда доедем. Четвёртую воткнул прямо перед подъёмом. Вот, зараза. Всё. Всё. Где твоя четвёртая? Ух ты, на первой тронулся. Думал, не тронется. Думал, придётся подрубать. Див. 54. Ну, прям впритык, да? Что я говорил, полтос останется. Как раз так и едем. Ну, точнее, я говорил, чуть меньше полтоса будет. Короче, ровно на полтиннике. Смотрите, раз заехали. Прикольно. Поехали дальше. Нам ещё ехать и ехать. Сегодня. Сегодня. На четвёртую. Ты бы ещё пятую воткнул. Даже не знаю, куда. Рыпаться. Ух ты. Ничего так нормально заехал. Сейчас выйдем, кстати. Не застрянем даже. Идеально прям. Так, а вот там придётся разогнаться. Давайте, наверное, в полчаса пить. Надеюсь, урон не получу. Просто, чтобы наверх полегче выскочить. Бабах мордой. Не. Не стукнулся. Думал, стукнусь. Пятую успел вставить. Впервые, наверное, на этом грузовике мы за последние несколько серий вставляем пятую передачу. Смотри, едет на подъём. Молодец. Так, чуть правее нужно. На третий. Но тут мы уже катались. Только с контейнером. Мы уже были с контейнером. С контейнером было не весело, но нормально. Поэтому с этими бетонными плитами и металлом это уже будет такое себе. Не сложно. Не сложно. Прям вообще хорошо проехали. Думал, будет похуже. Колесо ходуном влево-вправо. Причём я вообще никуда не поворачиваю. Походу все колёса восьмёркой. Полный можно вырубить. Пока что, да? Фух, проехали. Проехали всю эту жопу. Наконец-то. Не прошло и полгода. Теперь уже такое. Изи катка. Лёгенький маршрут. Кстати, вот тут потом можно будет, наверное, срезать или не надо. Что там, мне кажется, я там могу застрять. Давай, блин, двигай. По нормальной земле едем. Едет так, будто по болоту. Так же медленно. Ой-ой. Чуть не въехал. Точно такой же кармашек, да? Как на первой карте. Капец. Походу почувствовал зацеп. Да раз так начал лететь. Прям вообще на пофиг несётся. Так, а вот тут я не знаю. Мне прямо? А, налево-то вообще фигня какая-то. Прямо. Прямо. Поездка, конечно, у нас не близкая. Прям такая конкретная. Прям такая конкретная. Блин, вроде бы там справа въезд был. Мы куда-то дальше попёрлись. Ура! Свобода! Наконец-то! Я реально устал уже ехать этот маршрут. Через эти говно реально тяжело было. Сейчас такое аж... Свободу какую-то чувствуешь. Такое, наконец-то! Мы сделали это. Так, теперь нам нужно продать прицеп и тпхнуться в гараж. Погнали обратно. Топлива нам точно хватит. Можно ни о чём не беспокоиться. Можно даже на полном постоянно кататься. Хотя бы до гаража ехать не нужно. Сможем тпхнуться. Может по той дороге долго ехать. Зачёсанный асфальт непонятно. Будто его бетонировали сверху. Или что-то тащили по нему. Блин, порожняком так едет. Непривычно хорошо. Просто непривычно хорошо едет. Это нормально или нет? Прям летит. Будто тропа какая-то раз такая направо. И вечер, кстати, наступает уже. Так, мы должны... Нет, сдох. Только хотел сказать... Не, не буду сейчас говорить. Только хотел сказать, типа, мы не должны ни разу остановиться, чтобы сбросить передачу. И он просто останавливается и сбрасывает пятую. Я такой, блин. Думаю, было бы прикольно. Было бы прикольно. Бабах. Мяник прошёл. Фары пока что подрубим. Чё, с салона можно пройти? Ядрить, колотить. Нет, поедем снаружи. Чуть не убился. Чуть просто не убился. В принципе, ну, ничего сложного. Тут у нас минус в этих миссиях был только в том, что... Что? То, что может закончиться топливо, и всё. Ну, то есть, единственное, что такое было... Как повезёт, вот с контейнером. Один потеряли, два нормально довезли. Чё, поехали попробуем срезать? Хрен с ним. Надо же хоть какое-то разнообразие делать. Фары горят, не? А, горят. Съеду будет вообще нифига не гореть. Ё-моё. Ну, ладно, попробуем. Мне кажется, это хреновая идея. Я уже понимаю, что это хреновая идея. Но раз мы тут, то мы тут. Сейчас ещё прокинуть, будет вообще смешно. Да. Я бы, наверное, быстрее вокруг объехал бы, чем тут ехать. Серьёзно. Причём сейчас в говно залазить. Жесть какая-то. Просто жесть. 25 литров. На полном прям, в общем, вообще пофиг. Ну, кстати, походу, и когда менее загруженный, меньше хавает, да? Да хотя нет, скорее всего. Только от оборотов, от скорости зависит. Загрузка вряд ли на это влияет. Ну, просход растёт, значит, тяжело ему подниматься. Но обороты-то точно не растут. Блин, фары вообще. Что есть, что нет. Так. Пара-пара-пам. Нужно сейчас понять, откуда нужно запчасти забрать. Чтоб потом не было вопросов никаких. Так, карта. Понятно. Всё отлично. Примерно так я это всё и ожидал. Фары горят, если чё. Хотя обычно в такое время суток и так нифига не видно, как правило. Фары что есть, что нет. Сейчас продаём прицеп и поехали в гараж. Так, а так как нам нужно топливо и запчасть для машины, то есть мы можем просто кузов прицепить и всё и поехать. Нам, получается, нафиг не нужен полуприцеп. То есть в гараже немножко тюнинга сделаем. Так. Тюнинг. Модуль кузова. Низкое седло. Ёпта. Промазал. Снять. Продать. Где там наш кузов сраный? Во! Отлично. Купить. Купить. Назад. Назад. Покинуть. Время надо промотать. 6 утра. Отлично. Хорошее время. Фары гасим. Они нам не нужны. Слушайте, ну с кузовом прикольно выглядит. Мне нравится, как он с кузовом смотрится. Такой конкретный грузовичок. Нифига погрузка. Высветилось, будто где-то близко находится. А там ехать и ехать до неё. А та, главная, которая ближе, светится будто дальше. Сейчас наоборот. Фиг поймёшь. Походу, как ты целишься, так и отображается. Так, запчасть для машин. Ох ты, блин. Скибалин. Дристер. Поехали. Дальше следующая основка. Заправка. Чё такое? А, освещение. Причём включено. Кажется, тут можно было спуститься. Ну, лучше, наверное, не пробовать. Так, у нас уже переход подсвечивается. То есть, игра уже понимает, что нам туда нужно. Нам сейчас нужно заехать на заправку. За топливом. Вот это летим. 30 миль. Мы столько ещё не ездили. Мы столько ещё на нём не ездили. Так, давайте, наверное, сразу сюда налево, чтобы было удобнее выехать. Или наоборот, было бы удобнее выехать. Я не знаю. Наконец-то мы можем ехать смело. Не заправляясь. Так, топливо. Есть. Всё. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Куда там везти, я не знаю. Мы когда на ту карту уже приедем, тогда будет видно. Куда нам что, почему и зачем везти. Переходик. Капец. Вообще, капелька осталась. Мне кажется, F4 сейчас нажать, будет 100%. Нет, 99. А что, у нас тут рейтинг на каждой карте? А, нет, общий. Профиля. Так, карта. Нам старый дом всего лишь. Ну, через город проще будет проехать. Да? Наверное, да. Поехали. Поехали потихонечку. Конечно, нужно будет ещё на ТГЧ прицеп продать. Потому что он нам уже не пригодится. Американскую технику продадим, потому что тоже не пригодится. Красс продавать не будем, потому что Красс у нас, как бы там, и мандра или как там новая карта называется. То есть он пригодится. О, номера Хаски. Прикольно. По-моему, кстати, где-то уже были у нас номера Хаски. Здесь в игре. Но что-то я давно на них уже внимания не обращал. Хорошо, что я с прицепом не поехал. Там бы было весело с ним кататься. А потом ехать его продавать ещё. 3,3 литра расхода. Офигеть можно. Причём гружёный. 7,8. Смотрите, я десятку ещё не разу не еду. А, ну мы и без полного едем. Ну сейчас, наверное, будет десятка. Когда на подъём попрём. Капец, он такой высокий. Узкий и высокий. Капец, он такой высокий. 7,8. Поднимается. Причём на пятой выскочил. А сейчас, походу, по прямой тут сдохнет. На подъём вылез. По грязюке. Обычно по грязюке сильно замедляется. Ну, даже не по грязюке, а по сухому грунту. Ох ты, блин. Чуть не завалился я на другую сторону. На пятой по-прежнему валим. На пятой. На пятой. Нет. На пятой поднялся. Краун Виктория лежит. Только у неё... А. Что кузов такой? Мне показалось, что колёса наполовину отрезаны. Отлично. 32 куска. Слушайте, но этих миссий точно не было. Потому что... Много бабок платят за это дело. Реально платят много. И что вы хотите сказать мне сейчас? Мичиган снова 100%. На Кольский полуостров нужно проходить. Что у нас есть? Мичиган, Аляска, Таймыр. А Аляска вообще какая у нас была? Снежная, нет? Да, снежная. Таймыр зелёный. Короче, смотрите. У нас типа штаты. Солнечные. Ну, типа такие. Говно штаты. Потом снег. Рашка типа говно. Потом снег. Что же дальше-то будет? Кто мне скажет? Так, эвакуация. Принять. Продать. Или как его вообще избавиться от него? Состоянки продавать что ли? Жаль, барахло вместе с ним не продаётся. Так, раз пока оставляем. Нам нужна карта местности. Нужно вот это вот дело ещё отторобанить. Боже, как на тебя-то прицелиться. Ой. Отлично. Поехали. Дизеляка. Громадный красный грузовик. Капец, он огромный. Ладно, сейчас, наверное, из салона прокатимся. Прём на четвёртой. Неплохо. Такое ощущение, будто вечер уже в игре. Хотя мы вроде бы с утра выезжали. Я думаю, мы проедем, нигде не забуксуем. Пятое. Ты должен на пятой выехать. У тебя же мощности много. Да, на пятой поднимается. После грязюки. Вот реально, вот в этом грузовике мощности очень много. Единственное, что не хватает, полного привода. Вот ему если полный привод сделать, и резину, как на кразе, это всё, это будет просто сумасшедший грузовик. Так, продажа, по-моему, там дальше и снизу, да? Не, не тут точно. Вон там, вниз нам нужно по той грунтовке. Тут мы не спустимся никак? Ну, как-то вроде бы могли бы спуститься, но ладно, уже объедем. Две ёлки одним ударом и пару кустов. Думал, что лучше повернёт, потому что так как это тягач, у него выбор от колёс должен быть хороший. Так. Продажа прицепчиков. Продажа прицепчиков. Продать. Эвакуация. Принять. На стоянку. Стоянка. Продать. И... Вывести. Нет, стоп. Куда вывести-то? Назад. На стоянку. Карта местности. Это мы делаем вот так вот чпоньк. У нас тут всё классно, всё красиво. Карта мира. Мичиган, всё с ним покончено. Поэтому... Ковдозера! А, кстати, где у нас переход? Сейчас хоть перейдём, посмотрим, у нас что-то появилось тут или нет. Или переходы будут. Так, стоянка. Вывести. Назад. Покинуть. Карта. Два перехода. А, это железка. Железка фихива. Железка, может, и переход неизвестно. Сюда ехать далеко. Доехать реально далеко. Надо было бросить там какую-то тачку, когда мы проходили эту карту. Надо было тупо взять и бросить там машину. Портативная бытовка. Прикольно. Чего вы тут делаете? Лет на ту карту, придётся тянуть что-то. Забытая цивилизация. Цена победы. Доставить в аэропорт бронеавтомобиль. Короче, нужно будет походу сразу там грузиться всякой фигнёй. С широкой платформой. Самолёт какой-то. Металлодетектор. Там гараж хоть будет? Короче, узнаем. Ладно, народ. Спасибо всем огромное за просмотр. Не забывайте подписаться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. А с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока.